здравствуйте друзья сегодня важнейшая тема нас меньше все скуднее но тем не менее остановиться я не могу итак идёт поехали значит что получилось на моем канале под названием с удовольствием по железу этот именно то на ватсапе вот так всего 200 с чем-то человек раньше так мало но середнейшие люди знаете как буквально стенка на стенку понимаете кто-то живет на юге кто-то на севере кто-то говорит приемы все началось железом понятно кто-то считает что не бывает южного северного садоводца из просто садоводца нормально разумное оно везде одинаковое но пока так думали пока так думали было уничтожено миллионы деревьев по ходу в этом плане значит тогда я вмешался в этот спор вот тем более южное садоводца северное асси а у некоторых живут на востоке некоторые на западе а их так куда и в чем принципе различия но попробую я начать рассказать в чем различия ну для начала ладно в который раз покажу свой покажу свой покажу свой сад он отличается от сандартных потому что где действительно все это в саду снималась они воровались фотографии за интернет понимаете эти дети они имеют возможность мне доказать что все-таки ничего не воровали так хотя плоды фантастические это настоящая фантастика не научная наука считает что садоводство это просто садоводство а мне пришлось разделить северное и южное я привел на помощь Курдюбова Николая Ивановича супер авторитета вот и делили мы его вместе мы создали книгу общую умный сад как перехитрить климат вот мы и перехитрили его и так южно-северное садоводство значит вы знаете с чего начнем с того что садоводство южное оно всеобъемлющее то есть шло постепенно с юга с юга с юга ну сами понимаете отступало отступало ледниковый период постепенно постепенно люди все представьте себе в европе ледник 2-3 километра не в длину не высоту потом ледник отступает люди постепенно осваивать северные просторы все это в эти тысячи лет последних и тащили за собой плодовые культурные деревья деревья сопротивлялись замерзали люди двигали деревья замерзали получился такой компромисс вот и наконец вроде бы влияние в мозгу вроде бы Мичурина и других помогло еще продвинуться на север потом на восток и наконец о яблоне и грушах даже персиках начала мечтать вся Россия вот например вы сейчас наберете допустим персики там садовцы персика его пожалуйста там будет написано 40 42 45 собрали с Тимоши с ее сыном моим внухом вот доказательства вот они это телевидение в моем саду и так как оно шло шло на север с юга плодовые деревья сами шли и люди помогали но на юге были свои проблемы деревья вырастали огромные я пример приводил южную южную Украину потому что я с ней знаком непосредственно да там где черноземы там представьте себе удивительная история когда очень толстый слой черноземы которые даже гитлеровцы вывозили эшелонами деревья посадишь я вспоминаю общинского классика 100 летней давности надо деревья напугать не хотят плодоносить и вот это агротехника я сейчас подробнее остановлюсь на ней она южная и есть но она не просто южная вот она калечащие деревья и на юге это сходило с рук и в отдельных случаях помогало ну что переходим к конкретике конкретики вот это вот вот это вот моя фотография дает мне право на выводы исключительно на уровне россии на уровне всего мира север это не только россии вот это не только россии вот это дает мне право теперь пойдем разбираться конкретно значит когда-то мы затеевали вебинары я приготовил сам себе такую шпаргалку здесь речь идет обрезка смертельная и вынужденная значит вынужденная юг смертельная север чувствуете мы уже начали разделять а почему люди не понимают почему на юге можно резать на севере нельзя вот просто не знают все есть даже мои оппоненты которые живя в относительно благоприятном климате делают рану на кольцо а потом обвиняют меня в том что это самое и пропагандируют уже пропагандируют имеется не понимая что даже даже более западных южных местах чем живет он бывает морозы 40-45 показывали фотографии градусов в минус 50 и это европейская россия тогда получается что обрезка становится смертельной а у него нет теперь поняли и так пойдем у меня здесь очень много пунктов по порядку вековые традиции помните сейчас валенках не ходим а крылатые выражения которые до сих пор многие используют для агротехники валенок должен пролететь вы кидаете валенок пролетая через крону свободно не зацепив за ветки писав себе валенок не цепляют за ветки то есть надо брать пролежать 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 вот это есть вековые традиции значит это южные агроприемы которые сейчас используется на всей территории России. А мы, скорее всего, отделили Южно от Северно, но когда? В 2013 году книга вышла. А до этого понятия не было Южно от Северно. Вообще в стране не было. А мои вопли, это все-таки мои статьи, они ведь всю Россию не захватили. Так. Пункт 2. Ужасный сон для Апологетова. Обрезки лишних веток. Это знаете что? Что такое ужасный сон? Ну, допустим, кто нас торопит? Мы можем сделать 2-3 фильма. Правильно? Правильно. А, например, мы возьмем сейчас и напишем О, там груши, груши. Вот они. Вот. Что такое ужасный сон? Подходит, допустим, сейчас я подберу какую-нибудь специальную. Вот она, смотрите. Вот это вот мой сын Сергей, это мой внук Тимошин стоит спиной к нам. Вы представляете? А вот здесь нет ни одной ветки без груш. А ужасный сон, это когда дерево еще росло почти вверх. у груши есть такая способность расти как почти вертикально. Потом они растут, растут, растут. Приходит пара обильного урожая. Ветки под урожаем опустились, так как дерево не искалечено, ветки не ломаются. Вот. Но это же осень. Понимаете, осень. А ужасный сон апологета в обрезке, это когда зимой, накануне вот это урожает, то есть это несколько месяцев раньше, он бы пришел в ужас, вот, знал все бы, заплатили бы десятки тысяч рублей, если небольшой садик. На небольшой садик это десятки тысяч рублей. Загляните сами, это все в интернете есть. Вот. И отрезал бы, или вас бы заставил, если это умудренный сосед, он бы заставил вас это все отрезать чертовой матери. Вот. Половину-ка. Потому что густо же, густо же. Поняли, да? Идем дальше. Я постараюсь покороче. Третье. Преждевременное оборвание плодов. Тоже обрезка, точнее, уничтожение плодушек. Вот я подсуетился, смотрите. Я уничтожил целую плодушку ради истины. Это неправильно, надо не так делать. Вот. А тут две окраинности. Есть и брод. Подождешь позже, когда упадет. Долго не хранится. Понимаете? А если пораньше, просто тянешь подсветки. Дррр. Вот что получается. Но плодушка. А вот эта плодушка, она каждый год дает одно-два плодика. Одно-два плодика. И так несколько лет. Все, плодушка уничтожена. Когда вот так обдерут все дерево, на следующий год не плодоносят. И что говорят? Правильно. Периодичность плодоношения, да еще слово такое зло, это умное. Периодичность. А на самом деле искалеченное дерево, причем часто его калечат. Ну, попробуйте вы аккуратненько. Я скажу, возьмите ножницы, аккуратненько отрежьте. Опять плохо. Долго? Ладно, идем дальше. Прищипывание побегов. Верхушек, снижение морозостойкости. Вот. Я считаю, хотя многие, даже друзья мои, знают, что к осени надо бы прищипнуть. Это поможет остановить развитие веток дальше. Они начнут отревесняться и лучше приготовиться к земле. Черт-то с два. Один на всей планете, говорю. Прищипывание побегов это один из способов обрезки. Да, это один из способов. Причем, он стимулирует не засыпание, понимаете, а наоборот. Вот тут-то почки перестают засыпать. У них линсин срабатывает. Но нельзя осень. Осень бывает теплая. Чтобы линсин срабатывал. Они перестают засыпать. Некоторые даже просыпаются. И я, меня ругают за длинные фильмы. Поэтому я быстро-быстро пою. Я соответствующие фотографии я показывал сто раз. Поняли, да? Отменяем прищипывание. Вот. Причем, так как мы вспоминаем южное, северное, на юге еще оно опасно. И на севере опасно. Баро-раздавание как смертельный прием до северной России. И вот. У меня сотни фотографий, где лопается кора. причем лопается в двух случаях. Во-первых, она затвердевает, а продолжает расширяться. И лопание коры, так же, как сбрасывание шкуры когда лопается и сбрасывает шкуры та же змея и прочее. Потому что она просто растет. И в старую шкуру не влазит. Так и деревья. Я случайно такое привел в сравнение. Ну, почти случайно. Вот. Дерево продолжает расти, а она уже затвердела кора. Она лопается, получается борозда. Еще раз. Фотографии сотни. А это принимают за болезнью и первое, что делают. Давай-ка замазывать раны, а якобы трещины. А их нельзя, там молодая кора появляется и наоборот нельзя ни в коем случае заманывать. Раз. И второе. Придумали бороздование глупейший на мой взгляд способ. Мол, дерево все равно когда-то начнет кора лопаться, а мы возьмем ножом тры-р-р по штамбу и теперь получается мы заранее борозду сделали, она теперь возьмет еще и зарастет, залечится и теперь не будет лопаться кора. То есть искалечим заранее, что не ждать пока она искалечится. Причем не понимая, что это обычно когда лопается кора это еще не болезнь и даже не морозобоины. Пункт 6. Биологическая несовместимость ножом не вылечить. Да, горькая правда. Вы когда это самое я допустим делал 100 прививок. Пока я добивался биологической совместимости у меня из 10 2 приживалось 8 мертвых. Так. Дальше из этих двух, которые прижили себе веточки в случае из двух и делаю следующие 10 прививок на такой же подвое желательно с того же дерева подвое получил 5 из 10 с этих 5 выживших еще раз прививаем вот случивая 1-2 из этих выживших вот и получая 9 из 10 и с этого момента у меня начинается триумф триумф это тот самый триумф которым я говорю это одно из моих направлений одно из моих достижений и открытие это я все листаю я помните начинал листать а тут еще у меня 8 лет вот тут ниже просто сейчас я остановлюсь вот и получаются вот такие вещи вот такие вещи вот и все это на полном серьезе а потом берут вот это мою фотографию присваивает какой-то плодопитомник последний был с Киева извините земляки что я вас усмею питомник и написано что вот этот вот гражданин по мере не называют купил у нас в Киеве саженец и вырастил вот такие абрикосы господи все вы свою фотографию не могли у вас нет таких абрикосов если вы мои фотографии украли идем дальше это я немножко немножко отвлекся так вот и получается так биологическая несовместимость она относительно ну 2 из 10 было был случай 1 из 40 вот получается она отменяется устраняется вот это вещь такая с которой можно работать но если у вас получается так что вроде бы нормально развивается все все минус 20 дерево мертво это значит биологическая несовместимость была частичная то есть не полностью ну знаете надо чтобы сосуды срослись так же как у человека понимаете надо чтобы сок шел по сосудам подвое полевой вот он хирургический шов наложили замотали полегче а там половина сосудов работает половина нет ну как разве подвой должен дать бароностойкость а туда мало сока поступает просто мало вот уже несовместимость поняли да а уж я биологическая несовместимость это отдельный разговор я вас даже не хочу пугать биологическая несовместимость мы вспоминаем абрикосы на сливу абрикосы на вишню а потом год-два все мертво а продавец руки потирает ему-то плевать что биологическая несовместимость проявляется уже на 2-3 год он вам продал седьмое если на заборе написано на заборе в данном случае это 200 плодопитомников которые украли мои фотографии вот естественно что вы получите саженцы очарованные вот этим же самым очарованные вот эти вот эти фотографии украдены вот это украдено вот вот это украдено еще показать вот это украдено я не шучу я клянусь богом что именно эти украдены я уже даже вот это похвастался киевляне украли вот это украдено еще раз клянусь богом потому что скажут да ну вы что может это даже и не ваши вот и тут еще много 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 вот это украдено только за один год а знаете сколько за все годы черные абрикосы украдены вот вот это украдено ну все хватит это самое вы теперь поняли что имеется ввиду объясняю если на заборе написано если там написано что это наши что эта фотография наша присваивает даже темиряджика присвоила моей фотографии название переименовала моя фотография академия позор придумала под мою фотографию целую как называется биографию вот это я назвал значит потом все это массовая гибель сами понимаете фотографии мы не уступают по качеству и плоды южным а саженцы это будут с юга все это погибли поняли это все тоже имеет отношение к чему это южная агротехника южная саженцы на севере удушение как узаконенный прием приближения по отношению дерево собирается проволокой замотали саженец растет проволока не дает растет а проволока его душит и тогда этим не занимался мне таких фотографий нет 1 2 есть вот но еще раз экономим время просто этот прием узаконенный вот он тоже фигурирует во многих книгах многих временитых авторов вы хотите приблизить единственное что может быть оправданием а вот побыстрее получить урожай посмотреть а может быть зря буду теряю удушил не на 5 там 3 не на 4 5 6 год получил урожай а допустим на 2 3 плюнул и дерево уничтожил вот только ради этого еще может быть на самом деле для меня это ну душа не лежит душа у меня аж выворачивается на изнанку когда я услышал от слова удушение пикировка уничтожение центрального корня вот очень распространенный прием родился он у профессионалов потому что они вначале садили деревья так не просто садили а на продажу поэтому им нужно чтобы продажное дерево имела пышные корни иначе кто купит да и авторитет многие сохраняли с помощью того а как сделать пышный корень лишь и год-два терялся посадили семечки вырастили теперь выкапывается посмотрели на следующий год центральный корень отрезали на мой взгляд это то же самое что серпом по этим мужику серьезно отрезали центральный корень посадили снова теперь отрезка центрального корня это тоже один из способов обрезки это тоже обрезка только не верхняя не верха низа и тогда дерево не обязательно погибает начинает разрастаться боковые корни и уже после этого приводит не приводит но это же отдельная тема но выкапывать с пышными корнями и на продажу но именно это было перенесено в любительские сады еще и на север это очень плохо почему если посадил себя на постоянку не выкапывай больше нет заставлять еще раз а то и два выкопать причем находят причины но это отдельная тема горькая тема причины по которым заставляет выкапывать дерево только для того чтобы отрезать корень посадить и вот одно северное садоводство в деле нельзя отрезать центральный корень уж выкопал вот он корень он и так может быть нарушен но сохранить как можно больше корней включая центральный корень это опять у меня есть но ведь я же 301 вебинар провел и все еще не не выговорился я не могу сейчас все здесь вот тут бы я полсотни фотографий вставил но мы под 9 бы хватило бы на целый день проскакиваем морозостойкость обеспечит центральный корень по нему идет центральный этот самый сержневой центральный чем глубже корень уходит тем там более морозостойкий сок там минералы и растворенные минералы и соли вот чем ниже тем суп этот самый более это школе проходили ну 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 не могу я что я так это разбрасывать в школе учительница выставила на мороз этот самый раз замерзла этот самый замерз стакан с водой а рядом стоит дорогой стакан не замерзает она туда щепотку соли поняли да обрезка пункт 10 ну то есть центральный корень стараться нет не отрезали а наоборот сохранить вот она сервис удалось все наоборот так мы будем делать наверное назовем это серия за номером раз ну неудобно сколько можно это терпение испытывать что успел то сказал вот я обещал кому я обещал этим самым там 200 с чем-то человек на вот ватсапе мой канал жаль что нас так мало на ватсапе мой канал садоводства пожертвенного вот я как мог объясняю ну